В Азовском сельском поселении прошла открытая сессия Совета. О работе администрации и успехах 2023 года отчитался исполняющий обязанности главы поселения Василий Беренский. В минувшем году поселение активно участвовало в госпрограммах, что позволило привлечь дополнительные финансовые ресурсы. Капитально отремонтированная артезианская скважина номер один. Тем не менее, поселение до сих пор нуждается в увеличении объемов добываемой воды. Прорабатывается схема водоснабжения верхних участков станицы Азовской, в частности улицы Матросова, жители которой наиболее остро испытывают проблемы с водой. Разработка схемы ведется в рамках строительства магистрального водовода, самого крупного в районе проекта в сфере ЖКХ. Его строительство позволит существенно улучшить водоснабжение не только станицы Азовской, но и соседней Убинской. В этом году, к тому же, должны отремонтировать еще одну скважину под номером 4 при условии вступления в программу. Такая же ситуация и с вопросом асфальтирования одной из центральных улиц станицы Азовской – Ленина, ведущей к местному кладбищу. Несколько лет подряд руководство поселения пытается вступить в краевую программу, чтобы получить финансы для этих целей. Для бюджета требуемая сумма практически неподъемна. Новую попытку предпримут в этом году. В планах и капитальный ремонт Дома культуры. По итогам обсуждения отчетного доклада, работа администрации поселения признана депутатами удовлетворительной. От жителей, пришедших на сессию, не прозвучало ни одного вопроса. Хочется дать оценку. Ну, хорошую хочется, но можно только удовлетворительно. Оценка нашего удовлетворительного. Была работа сделана в 2023 году. Василий Евгеньевич включился в эту работу. Я думаю, продолжится она лучше, лучше и лучше. Работу администрации и отчет главы, считаю, будет удовлетворительной. Окончательный итог сессии подвел заместитель главы района по вопросам ЖКХ Евгений Алышев, который еще в прошлом году занимал должность главы Азовского сельского поселения. Преимущественно под его руководством достигнуты те успехи, которые были озвучены в докладе. Вклад команды, в которой я работал вместе с вами. Спасибо большое за оценку. Спасибо депутатскому корпусу. Спасибо администрации поселения. Конечно, администрации района. И в целом, то, что мы сделали все вместе за прошлый год, я бы не сказал, что мы оставлены все задачи. Конечно, у нас большие задачи впереди.